АПЛОДИСМЕНТЫ Господа, 23 декабря в Киеве прошла первая в мире операция по пересадке гипофиза по методу профессора Преображенского. АПЛОДИСМЕНТЫ А вам не кажется, профессор, что гипофиз пересадить невозможно? Коллега, в нашей стране пересадить возможно все и даже всех. Так вот, среднестатистическому уроженцу Ивано-Франковской области был пересажен гипофиз жителя Луганска. Пре-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де. то был интересно профессор что он говорит он пытается сказать порядок и стабильность изумительный опыт профессора преображенского привел в наши ряды еще одного регионала скальпель хирурга призвал в большинство новую единицу и в отличие от тушек не потратив на это ни одного миллиона как видите старые инстинкты пока еще сохранились но процесс прогрессирует господа по строению тела регионал совершен вес трипуда рост маленький но карьерный рост стремительный господа он перестал питаться в фастфудах начал кушать дорогих ресторан играет на музыкальных инструментах по ночам поет в караоке секундочку прошу господин шарика яблочко да на тарелочке ну а юли еще три это верочка яблочко сюжет комический а луценко был политически яблочко безголубицею а на ней я вертел обмотицею а 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 Мурка, ты мой млёночек, Мурка, ты мой копёночек, Мурка, Маруся Климова, прости любимого! Прекратить! Ну-с, начнём с. Огурчик. Спасибо. Пожалуйста. Дорогой Барменталь, если вы заботитесь о своём пищеварении, то мой вам совет. Никогда, колбаска, понимаете, никогда за столом не говорите об украинской политике, украинском футболе и не дай вам Бог смотреть новости на канале 1 плюс 1. Это очень страшно, особенно на ночь. Отчего же, профессор? Вы не слышали? Что? Налейте вазочку. Оказывается, Голливуд, посмотрев наши новости, уже снял три фильма ужаса. А что? Невозможна. Зина! 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 Да-да. Зиночка, голубушка, значит, скажите этой собаке, что уже пять вечера, пусть оно перестанет играть и пригласите Шарикова за стол. Слушай. Благодарю. Давайте выпьем. Шариков? Шариков, профессор сказал, чтобы вы немедленно прекратили играть. Да. Профессор, а что же, по-вашему, порядок и стабильность, о которой все так говорят? Парменталь. Порядок. Налейте водки. А то у вас не порядок. Порядок в нашей стране наступит тогда. Давайте выпьем. Ммм. Ммм. Так вот, наступит тогда, когда наши люди перестанут вылезать на унитазы с ногами. Когда наши люди перестанут носить сандали с носками. И в конце концов, когда мы перестанем класть асфальт во время дождя. Как может это все-таки разовое явление, профессор? О чем вы говорите? Это наша ментальность. Это у нас в крови. Только наши люди благодарят водителя за то, что он пропустил пешехода на переходе. Только у наших людей принято торговаться с гейшами. Только наши люди курят в туалетах, а мочатся на улице. И только наши люди возвращаются из сауны не отдохнувшими и чистыми, а пьяными и уставшими. Что вы пропускаете? Наливайте. Тихаря жрете, да? Что это за гадость? Это барментарь. Я о зубочистке в зубах. А что гадость? Профессор, нормальная тема. А что это за цепь? Это? Братаны подогнали. Значит, передайте своим братанам. Это полная ерунда. Херясь себе ерунда. Слышишь, бандерлог? 999-я проба на 300 грамм золота. Ерунда. И почему вы в спортивных штанах и в туфлях? А что? Что, профессор, я не человек по-вашему? Или что? Вы поедете в Лисичан, там все нормальные люди так ходят. Перестаньте плевать на пол. Отвянь, гнида. Да что вы себе позволяете? Курить в общественных местах я себе позволяю. Значит, с сегодняшнего дня спортивные штаны и цепь снять, кальян дома не курить, шансон не слушать, соседей не грузить. Ясно? А что у меня пахан так ущемляет? Да какой я тебе пахан? А такой пахан. Я, между прочим, вас не заставлял меня с гор снимать и операцию мне на башке делать. Понятно? Я на вас суд возьму и подам. Понятно? Будете у меня сидеть, как Луценко, по политическим убеждениям. Мы, регионалы, так все не оставляем. Сейчас я с ним поговорю на его языке. Значит, слушай ты, сучий пес. Если ты еще раз позволишь себе так разговаривать с профессором, я тебя на ноль помножу, понял? Мы, между прочим, тоже множить умеем. Гады. Каштанка. Вы к кому, товарищи? Извините, вы ко мне. Мы к вам, профессор. И вот по какому делу. Вы допрасно, господа, ходите зимой без калош. Не переживайте, мы на машине. И мы к вам, профессор. И вот по какому делу. А кто это мы? Мы – это рейдеры. Я Швондер. Это товарищ Пеструхин. Это рейдер Жаровкин. И наблюдатель от власти, товарищ Шляшко. Скажите, пожалуйста, милостивый государь, товарищ Шляшко, вы мужчина или женщина? А я-ка рызлиц, товарищ. Просто если вы женщина, то можете остаться в кепке. А если мужчина, то будьте добры, снимите головной убор. Это какой-то позор. Так по какому делу вы ко мне пришли? Мы к вам пришли, профессор. И вот по какому делу. Мы решили. Что вы занимаете чрезмерную площадь. Вы один в новострое проживаете в семи комнатах. Поэтому пока что мы просим вас в порядке трудовой дисциплины отказаться от двух комнат. А ежели я вам откажу? Тогда, профессор, у вас откажут органы передвижения. Дамы, вперед. короче, так, грузи, да, грузи этого лоха на 20 тонн бакса. Да, все. И где вы только шариков этих лохов находите? Я их сердцем чую. Я это, вискарика с колой выпью. А не будет вам? Шо, бадминтон, вискарика жалко. Вы шариков глупости говорите. Ничего мне не жалко. Меня просто возмущает, что вы 18-летний виски колой разбавляете. Ну, во-первых, пить вредно. А во-вторых, шариков, вы и без виски ведете себя неприлично. Вот что вы устраиваете? То из пистолета прямо из окна шмаляете, то он на балконе мангал развели, а вчера зиночку, заставили стриптистанцев. Зину. А потом еще обозвали проституткой. И кого? Я понимаю, Дарью Петровну, но Зина, она же невинная. Винная, невинная, не знаю. А свои 200 баксов забрала. Ну, что, а что мы с вами предпримем сегодня вечером? На стрелку поедем. Шариков, ну что вы за человек? Что за выражение? Стрелки. Почему вы не сходите в кино? К примеру, на жизнь пить. Профессор, жизнь и так пить. Что на нее смотреть? Иван Арманов, а по-моему, у меня есть неплохая идея. Да-да. Давайте так, шарик. Значит, берите Шарикова и езжайте с ним на стадион. Там сегодня футбол, Динамо с металлистами играет. Заодно и посмотрите, как прижился гипофиз бармена Артему Милевскому. Правда? Собирайтесь, Шарикова. Шарикова. Так быстрее. Согласен. Заходите. Ну все, раздевайте. Шарикова, позвольте узнать, кто это. Филиппыч, это агитатор. Ну и почему их трое? Ну как, Филиппыч, одна будет агитировать вас, другая барментали, а это меня. Девочки, можно вас на минуточку? Идите. Отойдем, отойдем. Да. Ну и что он вам за это пообещал? 300 баксов. 300 баксов, голубушки мой. Ну откуда у этого прохвоста такие бабки? 300 баксов. Как это? Он сказал, что он мажор, у него папа известный олигарх. Желтый ламборджини на паркинге стоит. И от того, что он блокирует трибуну в Верховной Раде, у него шрам на голове. Обещал секс в роскошной квартире. И ананас. Голубушки, дамы, мне вас искренне желают, как живые девушки с таким богатым опытом. И не смогли отличить какого-то афериста от настоящего регионала. Так что это получается? Что нам не заплатят? Нет, ну, почему же не заплатят? Пройдем, кабинет обсудим. А мне в кабинетик. Проходите. иди. Спасибо. Девочки, это было, конечно, Марго, да что это, угощайте шампански, дедушка платит. Спасибо. Зина! Да, профессор. Зина, а позовите-ка ко мне этого кобеля Шарикова, и побыстрей. Слушай. А, Марго, я помню, а у вас, как же, сосу, сосуличка нету, а лёжка, зефирчик. А вы, простите, а… Мешаль. Мешута. Мешочек. А шо такое? Профессор, скажите ему, он меня трогает. Угу. Ну-с, а скажите мне, милостивый государь, как вам взбрело в голову предложить этим богиням агитации, Марго, этого… Да, этим богиням агитации по сто долларов, если они агитируют на все двести, а? А шо вы хотели, Филиппович? Такие ещё сцены в городе на агитации. Мм, ясно. Тогда ответьте, пожалуйста. Марго, откуда у вас шрам на голове? Я в помаранчевую революцию участвовал. И на чьей стороне вы были? На той, где больше плати. Понятно. Поподробней. На той. И на той стороне. Ну да, понятно. И от этого, собственно говоря, видим шрам на голове, что и требовалось доказать. Врёшь, сучий пёс. Значит так, Шариков, отдайте, пожалуйста, девушкам те шестьсот долларов, которые вы сегодня слямзили с моего стола. Убирайтесь вон. Не имеете права. Я завтра же позвоню куда надо, чтобы вас выгнали из партии. Да вы что, профессор, побойтесь богом, мне никак нельзя из партии. Где я харчеваться буду? Устройтесь на работу. Я не хочу работать. Так Филиппович, ты что? Ну что ж, девушка, гусенки мои. Старичок идёт в молодёжь. Ну вот, я с вознесла вас, профессора. Эти сети могут мормить. Чowie петят. Только такие злобные. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ И ! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, осторожнее с пальтом, это гуси. Ну, зайдешь потом. Ну, Шариков, и откуда у вас такие деньги? А я, Филипп Филиппович, на службу поступил. Позвольте поинтересоваться, куда? В налоговую. Инспекцию? Хуже. Полицию. Мы вчера малый бизнес душили, душили. Душили, душили! Шариков! Я вам ясно говорил, чтобы вы себе нашли другую квартиру. А что ж тебе, профессор, видел? Да что ты себе позвол... Стоять, Барменталь! Нашел я себе новую конуру. Вот справочка, видели? С завтрашнего дня ваша квартира моя. Понятно? Ах ты, Зина! Да что ж ты делаешь? Мы из тебя человека хотели сделать. Да. А ну быстро извинился перед профессором, за то, что называл его старым меньшинством. Перед Зиной, за то, что проституткой политической ее называл. Перед Дарьей Петровной, за то, что в туалете покращение свое ей показывал. А вот подстылку профессорскую я вам, Шариков, никогда не прощу. Да я тебя! Доктор, в операционной его. Фу! Ну вот, совсем другое дело. Хороший человек стоит в уголке, штукатурит. И самое главное, профессор, он молчит. Не халпурь там. Жюля Волю, Жюля Волю, Жюля Волю, Жюля Волю. Вечерник Киева.